ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Действительно, вопросы женщин вызывают восхищение. Откуда это? Женщины практичнее. Они лучше изнутри понимают состояние. И действительно, не просто так сказано, слушай, что говорит тебе Сара, то, что Творец сказал Аврааму. Слышать — это проблема. Постигать то, что говорит женщина, а она говорит правильные вещи. И иногда, даже через несколько лет, только мы начинаем понимать, что то, о чём она говорила, она говорила от природы, она так почувствовала. Но ты, пока ты приходишь к этому и соглашаешься, ты должен прийти и согласиться с этим из разума. И есть разница между чувством, природой и разумом. Разум приходит позже, но с разумом ты можешь больше работать. Поэтому есть здесь сочетание мужского отношения и женского. И нужно не пренебрегать этим, и действительно продвигать женщин и стараться находиться в сочетании с ними для постижения. Мы будем раскрывать это всё больше и больше, насколько будем продвигаться к общему исправлению. Мир, как мы видим с самого начала, даже материальным образом, мир становится всё больше и больше, всё больше обращается к женщинам. Сначала было полное пренебрежение, их вообще не воспринимали как кто они, что они. А затем постепенно мы видим, что человечество старается, улучшается, изменяется. И отношение между мужской частью и женской улучшается. В народе Израиля с самого начала, так это было, как написано, тоже была разница, но всё-таки написано, что мужчина может и чего он не может. И есть права также и у женщин. Но особенно сейчас, когда мы продвигаемся в духовном, то, разумеется, есть всё больше и больше места для женщины. И нам нужно стараться также выделять им место во всей духовной работе, чтобы у них было место, по крайней мере, как у мужчин. Вот насколько я могу понимать, все религии, которые я знаю, только Каббала настолько чтит мнение женщин. И Рабаш тоже сказал, что учили, когда был запрет учиться вместе мужчинам и женщинам, это была совсем другая причина. А сама методика у нас это просто ощущается. Да, я видел у Рабаша, что он не чувствовал никакой разницы между учёбой женщин и учёбой мужчин. Разумеется, у каждого по своему характеру и подходу, но есть всякие женщины и мужчины, у которых есть стремление к раскрытию Творца, к отдаче Творцу, и они должны это выражать и постигать. Да. Я очень рад тому, что мы меняемся в этом, и это признак того, что мы меняемся и продвигаемся. Субтитры создавал DimaTorzok